Мишу, вот, и я думаю, что можно будет уже потихонечку начинать. Сегодня у нас 10 марта 2023 года, и тема нашего сегодняшнего вебинара «Атравматичная чистка». Сегодня мы первый раз пробуем такой формат с демонстрацией процедуры в прямом эфире. Буду рада вашим комментариям, вопросам, буду посматривать и отвечать на них. Так, соответственно, начну я с того, что объясню немножечко, для чего вообще делается «Атравматичная чистка» и кому она нужна, в каком случае она производится. И, соответственно, потом уже буду всё делать и комментировать. Основное – это то, что «Атравматичная чистка» – это чистка, которая не предполагает воздействия на кожу клиента ни инструментом, например, ложкой луна, ни даже руками. То есть мы практически ничего не трогаем, не удаляем воспалительные элементы, если они есть. И «Атравматика» в чистом виде, в котором она существует, то есть воздействие только химическими веществами, косметическими, она нужна в основном тогда, когда мы не можем произвести мануальную или комплексную чистку. То есть когда у пациента, например, много воспалений или очень чувствительно раздражённая кожа, которая будет сильно реагировать на все манипуляции, которые происходят по лице. То есть мы не можем её травмировать. У человека может быть больше 10 испалительных элементов, например, но при этом выраженный гиперкератоз. Если мы вообще ничего не будем делать, то, возможно, путь к ремиссии будет дольше. И мы можем действительно такому пациенту помочь, если у него нераздражённая и повреждённая чистительная кожа сильно. Можно делать отравматику в таком случае, а не просто назначить лечение, отправить домой и пригласить через три недели уже на чистку. Вот промокодик у нас прилетел. Звучит он «Очистка». Он без этой самой, без решёточки, да, вначале? Вот. То есть по вот этому промокоду, соответственно, у нас, как обычно, по традиции, всем участникам вебинара скидка 10% от прайса, соответственно, косметологам от косметологического прайса. Ну, если кто-то не тягощён косметологическим образованием, да, и дипломом, и просто на сайте, например, покупает, то, соответственно, по промокоду от розничной цены. Но людям, которые не косметологи, им желательно, я так как бы между нами девочками, советую мониторить на маркетплейсах, сколько стоит гильтек, потому что для косметологов действительно выгоднее покупать офици на официальном сайте, а для розничных клиентов бывает, что такие акции хорошие проводятся там где-нибудь на зоне каком-нибудь или аптеке.ру, и там бывает просто дешевле, чем у нас со скидкой. Значит, такой момент организационного плана мы параллельно решили. Вернёмся к нашей теме. То есть отравматика нужна тогда, когда кожа настолько повреждена, например, или много воспалительных элементов, то есть мы можем какими-то манипуляциями спровоцировать обострение, да, нам не нужно лишнее усиление кровотока или лимфодренаж какой-то дополнительный в области большого количества воспалительных элементов. Поэтому мы не можем сделать комплексную чистку, мы не можем сделать классическую мануальную чистку, то есть комплексная, так как правило, аппаратная и мануальная вместе, да, какие-то варианты, например, ультразвуковой пилинг плюс мануальная чистка или гальменическая динкрустация и мануальная чистка. То есть это мы сделать не можем, например, а можем сделать только чистую отравматику, чтобы не просто отфутболить, грубо говоря, пациента, когда он пришел с выраженными воспалениями к нам, с листочком назначений. Мы можем ему помочь и быстрее достичь ремиссии, если уберем, например, гиперкератоз, который является одним из основных этиологических, то есть патогенетических факторов в патогенезе АКНЕ. То есть АКНЕ у нас все-таки имеет определенные причины, помимо гормональных изменений, которые часто влияют на тяжесть процесса, это все-таки фолликулярный гиперкератоз и гиперкалонизация кожи условно-патогенной микрофлоры. Вот что касается гиперкератоза, любая чистка, а травматичная, она может, собственно, улучшить ситуацию. Протокол процедуры у нас состоит из стандартных этапов. Я их сначала озвучу, потом я буду их выполнять и по ходу дела комментировать. То есть начинаем мы всегда с поверхностного очищения. Нам сегодня будет помогать наша прекрасная модель Яна. И мы, соответственно, на ней эту процедуру сделаем. У нее, конечно, состояние кожи не такое, чтобы прям только травматичную, можно было чистку сделать, ей спокойно можно сделать и обычную, классическую. Здесь нет большого количества воспалений. Но наша задача именно эту процедуру вам продемонстрировать. Соответственно, протокол такой. Сначала у нас поверхностное очищение. Мы возьмем мягкие очищающие средства, умоем, соответственно, Яну. Умываем мы обычно в кабинете дважды, либо если плотный макияж, например, какой-то нанесен, мы можем использовать гидрофильное масло в качестве первоначального этапа, наносим на сухую кожу, потом эмульгируем с водой и, соответственно, смываем. После этого мы дочищаем кожу любым из мягких очищающих средств, например, гелем очищающим или муссом, там, с витамина С или с алоэ верой. У нас, на самом деле, в гельтеке все очищающие средства на мягких павах поверхностно-активных веществах, то есть это кокоглюкозит, это кокоглутамат. То есть вы не ошибетесь, если возьмете любой из них. Ну, самый универсальный, конечно, для кабинета – это очищающий гель. После этого мы сделаем этап глубокого очищения, то есть мы положим энзимную маску. И, соответственно, после этого мы сделаем маску с глиной, не знаю, видным или нет, с коалином и бентонитом, и еще и каламином в составе, который успокаивает кожу. Это именно поросуживающая маска. И, соответственно, подсказывает, что, может быть, не видно. Вот первый этап у нас – мягкое очищение, потом будет у нас глубокое очищение при помощи папаина энзимная маска, папаин – молочная кислота. После этого мы сделаем этап уже поросуживающей маски. И потом мы сделаем нашу любимую, кто с нами давно не даст соврать, маску, успокаивающуюся эффектом фарфоровой кожи, которая делается из двух средств гельтек, которые, по сути, маской не являются. Вот такой лайфхак вам сегодня покажу. Начинаем мы с поверхностного очищения. Учитывая то, что мы будем умывать гелевыми средствами, гелевым или муссом, мы всегда наносим эти препараты на влажную кожу. То есть увлажняем кожу водичкой. И после этого будем уже умывать. Вот, берем очищающий гель. Слегка вспеним его с водой. Он не дает сильной пены, потому что здесь мягкие очищающие компоненты. Они не сульфатные. То есть здесь нет лаурета или лаурилсульфата. Поэтому мы здесь всегда не ожидаем какой-то прям обильной пены. Но при этом умывают эти очищающие компоненты очень хорошо. Вот. К сожалению, у Яночки не снимается пирсинг. Поэтому по этому поводу вопросы лучше не задавайте. Сразу предупреждаю. Но мы аккуратненько его будем обходить. Чтобы не создавать дискомфорта. Вот. У Яночки на лице крем тональный был. Сейчас мы его оттуда уберем. Легкая текстура достаточно. Не плотный. Не такой, который нужно прям смывать гидрофильным маслом обязательно. Но мы все равно второй раз умываем. И просто чтобы показать вам и ей, какие у нас текстуры очищающих средств бывают, я возьму мусс. А так, в принципе, в кабинете, конечно же, вы можете умывать одним и тем же средством дважды, если это нужно. Гелевое имеется в виду. Умывание всегда по стандарту идет двухэтапное. Двухэтапное. Только в нашем понимании таком более обывательском, двухэтапное умывание сразу приходит на ум корейская система гидрофильное масло. Но в кабинете косметологи, как говорится, тоже не дадут мне соврать. Мы всегда умываем дважды пациента просто одним и тем же очищающим средством. И первый этап умывания поверхностного очищения, да, он осуществляется для того, чтобы поверхностные загрязнения снять, частично какой-то, может быть, элементы макияжа. А второй этап уже более тщательная проработка, да, очищение кожи. Вот как раз здесь я беру пеночку нашу. Как пахнет, Яна? Вкусненько? Вкусненько пахнет она таким апельсинчиком с витамином С. Мусс. Можно муссовой веры использовать у них. Мусс сейчас новая практически идентичная, то есть разница только в активах, которые, как известно, все-таки в смываемом средстве не так критично. Больше муссы наши люди выбирают, ориентируясь на органолептику. Кто любит более такой сладкий цветочный аромат, как правило, выбирают мусс с алоем. А те, кто любит такой цитрусовый, свежий аромат апельсинчика, те покупают мусс с витамином С. Если какие-то будут вопросы, задавайте в чатик, я туда периодически посматриваю и буду на них отвечать. Вот, то есть мы достаточно хорошо сняли наш легкий мейк. Учитывая то, что мы будем дальше делать этап глубокого очищения, то есть подготовку кожи к, фактически, если бы это была комплексная чистка, то к воздействию руками или инструментом. В данном случае это будет самостоятельный просто этап глубокого очищения и дезинкрустации, то есть растворение комедонов, кожного сала, протеолиз белка, то есть роговые чешуйки мы немножечко подрастворим, чтобы они легко сошли. Верхний самый роговой слой, с этим как раз хорошо справляются энзимы, в данном случае папаин в энзимной маске. И, соответственно, такой очень часто бывает вопрос, нужно ли тонизировать после каждого контакта с водой? И я могу сразу ответить, на мастер-классах тоже часто меня об этом спрашивают, что после каждого контакта с водой нам не обязательно тонизировать кожу, если мы предполагаем следующий этап, который, опять-таки, связан с контактом с водой. Как правило, всё-таки рекомендация воспользоваться тоником после каждого контакта с водой, в том числе умыли, протонизировали, нанесли глубокое очищение, протонизировали, это ведёт только к повышенному расходу тоника. Конечно, может быть, компаниям, которые продают тоники, это выгодно, но мы-то ещё о себестоимости процедуры думаем и о целесообразности. Поэтому здесь как раз нецелесообразно лишний раз тонизировать кожу, мы это сделаем уже после того, как проведём этап, например, глубокого очищения. Сейчас я возьму масочку энзимную. Вот у нас тут новый лакончик. Что касается энзимной маски. Энзимная маска нам нужна для того, чтобы нам растворить кожное сало частично. Вот. И, соответственно... Сейчас у меня тут воздушную пробку в новом флакончике прокачаю. Сейчас, секунду. Да, всё. Вот. И энзимная маска, она хороша тем, что это мягкий гелевый лёгкий пилинг, который содержит... Да, конечно, можно в летнее время делать эту процедуру. Вижу вопросик. Потому что эта процедура не снижает устойчивость кожи к ультурфиолету. Ну, понятно, что все чистки, даже отравматичные, лучше делать во второй половине дня. Но для того, чтобы потом просто не наносить средства с СПФ ещё какое-то плотное на свежеочищенную кожу. Вот. А так чистку можно делать круглый год по показаниям. Соответственно, энзимную масочку мы взяли. Сейчас я её нанесу. И... Ещё о ней немножечко расскажу. Энзимная маска наносится таким средним слоем. Она может чуточку покалывать. Ян, вы меня тоже держите в курсе, как кожа будет себя вести. Вот. Кстати, после того, как мы хорошо очистили кожу, можно... Ну, я, конечно, не думаю, что на камере прям явно видно. Хотя, может быть, и видно тип кожи. Вот. Здесь как раз комбинированная кожа с жирной Т-зоной у Яны. Со склонностью к воспалениям. Воспалений не так много. То есть у неё неактивная такая форма. Вот. И, соответственно, здесь как раз ей очень хорошо периодически делать чистки. И вот такие вот отравматичные воздействия, которые, в принципе, не обязательно делать в кабинете косметолога. И человек может то, что я сегодня покажу, спокойно делать сам, дома, без проблем. И, соответственно, мы при помощи энзимной маски как раз разрыхли немножко эпидермис. И лёгкое покалывание, как я уже сказала, это норма. Но всегда контактируем с пациентом, чтобы он не пропустил момент такой, когда вдруг какая-то, может быть, допустим, аллергическая реакция должна быть нами вовремя отслежена и пресечена. То есть средство, на которое кожа реагирует негативно, мы обязательно должны сразу смыть. Вот. Я накладываю плёночку. На самом деле, если бы это была какая-то антиэйдж процедура, а не отравматичная чистка, то я могла бы сделать влажными руками, смочив водичкой мои перчаточки, сделать массаж по энзимной маске. И, как правило, мы так и делаем всегда, когда, например, мы готовим кожу при помощи неё перед процедурами аппаратными. Ну или какими-то безаппаратными воздействиями. Но в данном случае нам важно максимально хорошо разрыхлить эпидермис, поэтому мы наносим энзимную маску под плёнку как средство для холодного распаривания. То есть в качестве средства для холодного распаривания. Энзимная маска – это отличный препарат для холодного распаривания. Конечно, у нас есть стандартный наш гель дезинкрустирующий, который, как правило, используется под плёнку перед всякими аппаратными чистками глимонической дезинкрустации и, например, ультразвуковым пилингом. Но в данном случае мы взяли энзимную маску, чтобы ещё более качественно разрыхлить эпидермис, чтобы кожа стала сразу гладкая, чтобы у нас растворились крышечки на комедонах, чтобы гиперкератоз максимально убрать. Энзимная маска для этого отлично подходит. Смотрим по времени. Максимальная экспозиция у нас 15 минут. Соответственно, мы можем чуть-чуть поменьше подержать, потому что я бы не сказала, что здесь прям всё запущено. Но меньше 10 минут держать нет смысла, потому что 10 минут – это хороший такой срок для воздействия ферментов и 5% молочной кислоты, чтобы разрыхлить эпидермис. Поступил вопрос, можно ли делать на коже, где нет много акне, есть ли смысл, будет эффект. Ну да, это чистка, а травматичная – это, по сути, процедура глубокого очищения. То есть мы её можем делать не только, когда есть акне, а, например, когда есть замедленное обновление эпидермиса. То есть если у нас гиперкератоз, связанный, например, с тем, что мы уже не так молоды и не шушнадцать нам, то, к сожалению, у нас кожа обновляется уже не так хорошо, как у молоденьких девушек, как у нас, например, сегодня наш клиент-пациент, или вот у подростка, как дальше спрашивают. А кожа, например, после 35-40 лет, а уж не на паузе тем более, обновляется гораздо медленнее. И 2 месяца может обновляться, и больше. И это мы видим как раз у пациентов со зрелой кожей, когда, например, элементы постакна при окнотарда уходят очень долго, рассасываются прямо месяцами. И заживление кожи нарушается. И это мы можем видеть, если такому пациенту сделали какую-то повреждающую процедуру, не учитывая то, что регенерация замедлена. Такое тоже бывает. Клинк лазерной шлифовки и так далее. И пациенты, конечно, старшей возрастной группы, они восстанавливаются гораздо хуже. И, возможно, некоторые из этих процедур вообще не нужно им назначать. Соответственно, запись, да, я вижу вопрос. И предыдущий вижу, можно ли делать чистку подростку. Это я сейчас отвечу. Вот, сейчас договорю на предыдущий. То есть такую травматичную чистку можно делать на самом деле просто в регулярном уходе для того, чтобы кожу сделать более гладкой, чтобы она вела себя как более молодая. Опять-таки, в молодом возрасте тоже может быть выраженный гиперкератоз, особенно при жирной комбинированной тибикожи. И тоже такие глубокие очищения с поросуживающей маской, потом и с восстанавливающей. Это замечательный такой уход. Как экспресс-уход можно использовать. Вот, подростку 14-15 лет можно. Более того, даже можно раньше делать. Иногда бывает все-таки чуть более ранний пубертат. Это, конечно, больше вопросов к эндокринологу, когда наступает ранний совсем пубертат лет 9-10. Но если лет 12, уже 13, то спокойно можно делать все процедуры чистки, которые мы делаем взрослым. Только в присутствии родителей в кабинете, конечно. Соответственно, по поводу записи эфира, будет на YouTube выложено, скорее всего, если все будет хорошо, и у нас все получится, и нормально запись осуществится. Поэтому можно будет там потом посмотреть. И плюс еще запись, ссылка на запись всегда приходит участникам. То есть если вы здесь зарегистрированы, у вас там имейл есть, в котором вы регистрируетесь, вам придет обязательно потом ссылка на запись эфира после эфира. Вот. Вопрос от Кристины. Как часто эту маску можно использовать в домашнем уходе? Не более одного-двух раз в неделю. То есть любая маска, содержащая ферменты, или, например, небольшой процент АХ-кислот, такие тоже есть, какие-то легкие пилинги такие, и для них оптимальный межпроцедурный интервал – это 5-7 дней. То есть если выраженный гиперкератоз, и там, допустим, мы делаем два раза в неделю, первый месяц, полтора-два, то потом может случиться так, что мы настолько отрегулируем этот процесс на коже, что эта маска будет, например, и вообще процедура глубокого очищения требоваться реже. И тогда уже можно будет ее делать раз в неделю, даже раз в 10 дней, то есть по необходимости. Вот, мы сейчас ждем, ждем наше время. Сейчас у нас 6.30, 5 минут где-то мы ее снимем. Вот, и, соответственно, что еще хочу сказать по поводу чисток вообще в целом, да? На самом деле очень часто этот вопрос, вообще нужна ли чистка всем. Могу сказать, что чистка профессиональную косметологу, например, комплексная или просто мануальная чистка, она не всем нужна, по сути. Есть люди, у которых от природы сухой тип кожи, нет склонности к воспалениям, и вообще поры не закупориваются, потому что кожного сала настолько мало, и, как говорится, гиперкератоз может не выражен быть у этих людей, что им чистка как таковая вообще не нужна, у них и порт не видно как бы на расстоянии, когда смотришь на кожу. И это, кстати, самый такой основной момент, как определить тип кожи, потому что кожа может быть стянутой после умывания, она может шелушиться, она может казаться сухой субъективно самому себе, но при этом она может оставаться жирной или комбинированной. И определить точнее тип кожи по выработке кожного сала очень легко, обратив внимание на состояние пор. То есть если мы видим эти поры на расстоянии, грубо говоря, метра, ну, как люди друг с другом общаются, не очень близкие. И, соответственно, если мы эти поры видим, они визуализируются, мы видим, допустим, что они могут быть закупоренные, к примеру, могут быть черные точки, желтые точки и так далее. То есть если поры отчетливо визуализируются, значит, скорее всего, в этой зоне, а это может быть все лицо при жирном типе кожи, или Т-зона, то есть лоб, нос, подбородок при комбинированном типе кожи, то таким образом мы как раз и можем отличить вот эту жирную или комбинированную кожу от, например, сухой или нормальной. И при этом, вне зависимости от того, есть ли чувство стянутости после умывания или какие-то шелушения, что может быть связано как раз не с сниженным, с сниженной активностью сальных желез, а со снижением гидрорезерва, то есть влаги не хватает кожи. И, соответственно, обезвоженную кожу от сухой мы как раз, нам проще всего отличить по состоянию пор. Это такой как бы лайфхак, можно сказать, больше для тех, кто, наверное, нас может будет смотреть на Ютубе или смотрит сейчас, не являясь косметологом. Вот, но, собственно, такую вещь стоит знать, когда мы сами себе подбираем уход, например. Потому что очень частой ошибкой бывает то, что человек неправильно определяет себе тип кожи, допустим, испытывает какой-то дискомфорт, связанный с обезвоженностью, а идёт и покупает жирный крем с очень такой богатой масляной фазой, с эмалентами, с какими-то эмульгаторами, которые, например, могут оказаться комедогенными, с какими-то компонентами, которые могут оказаться комедогенными, такими как парафин, воск, вазелин и плотные масла в большой концентрации. Поэтому кремы, на которых написано для сухой, драйскин и так далее, какой-нибудь там, именно предполагающийся для именно клиентов с сухим типом кожи, то есть с себостатической кожи, у которых сальные железы плохо работают. Вот если человек с обезвоженной, но жирной комбинированной такой крем купит, то он, конечно, потом будет испытывать проблемы с новыми воспалениями, с закуперенными порами, потому что такой крем, конечно, их не подойдет. А нужно всего лишь было взять, например, какую-нибудь сыворотку с ультра- или низко- или высоко- даже молекулярной гиалуроновой кислотой, чтобы держать влагу внутри и восстановить уровень увлажненности, и тогда все вот эти негативные явления прошли бы. А кремовая текстура для жирной комбинированной кожи может использоваться тоже, но она должна быть очень легкой. Вот, например, в нашем креме увлажняющем, допустим, креме комбинированном для кожи, комбинированной с СПФ-15, да, то есть в креме ночном увлажняющем, в Витаматриксе. У нас масляная фаза, на самом деле, она очень невысока, то есть там масел может быть и 2, и 4, и 5 процентов, то есть это не 30, там 40 процентов от всего крема. И поэтому эти кремы очень легкие, больше напоминают в текстуре молочко, очень легкие эмульсии ломилярные, поэтому можно спокойно использовать и при жирной, и при комбинированной коже такие вещи, и, собственно, вот таким образом выходить из положения, когда кожа жирная, а хочется крем. Ну что ж, сейчас еще пару минут мы подержим нашу масочку. Как ощущения? Я ничего не щипала, не покалывала? Все комфортно? Хорошо? Хорошо? Вот, мы сейчас будем ее смывать. У меня заготовлено несколько полошек с водой. Сейчас я попрошу, чтобы мне еще одну тут заменили. Да, только аккуратно, чтобы не все чистенькую туда. Вот, а мы пока другую возьмем. Вот, и вопросы, как у вас там, не появляются никакие? Пишите, не стесняйтесь. Мы сейчас вот такой вот формат впервые решили сделать, как раз именно для того, чтобы у нас более такое живое с вами было общение, чтобы более наглядно просто показывать то, о чем мы обычно рассказываем. Потому что, конечно, те, кто у нас живут в Москве и Подмосковье или где-то поблизости от Москвы, могут приехать к нам на очные мастер-классы, где мы проводим семинары по аппаратной косметологии, по всяким другим, по массажным методикам коллеги проводят. Очень часто и всякие параллельные околокосметические темы тоже затрагиваем на наших семинарах. Но в наш ЦДК, Центр диагностики кожи, попасть из других регионов сложновато. Поэтому, соответственно, мы проводим вебинары. Но на вебинарах все-таки теория больше. А тут мы решили вот такой вот попробовать формат. Если вам понравится, как говорит молодежь, зайдет такой формат, то пишите нам тоже, в том числе, когда это видео будет выложено, например, на YouTube, можно в комментариях писать и, кстати, задавать там вопросы, потому что все вопросы, которые у нас под видео на YouTube прилетают, мы на них стараемся все отвечать. И, в общем, если этот вопрос лично мне, например, под моим видео будет адресован, то мне обязательно его перешлют, я на него отвечу, и вы получите свой ответ. Пусть там не через полчаса, но в течение дня-двух, как правило, всегда мы все вопросы мониторим и стараемся отвечать. То есть если вопрос там под видео коллеги моей, Татьяны, например, или кого-нибудь еще, то, соответственно, коллеги тоже мониторят свои вопросы и всегда стараемся ответить. Вот. А кто не подписан на наш YouTube-канал, подписывайтесь. Там очень много интересного на самом деле, особенно по тематическим вещам, таким как, например, аппаратной косметологии. Вот. Значит, масочку мы сейчас сняли. Сейчас я ее смою. Смывается она водой. Напомню, что мы сейчас делали, кто вдруг присоединился попозже, энзимную маску с папаином, молочной кислотой. Это такой легкий энзимный пилинг. Так, вижу вопрос. Вопросы у меня улетают. Тут бы сейчас попробую сразу на него отвечать. При сухом типе кожи рекомендуют жирный крем, спрашивает Зарифа. А вы сейчас сказали, что только гиалурон. Жирный крем нельзя. При сухой коже как раз нужно крем с хорошей липидной составляющей. А я говорила о том, как поступить с кожей жирной, но обезвоженной, которая испытывает проблемы с тянутостью после умывания, с какими-то шелушениями. И, конечно, такой коже жирный крем не нужен. То есть поэтому важно определить правильно тип кожи, что это у нас действительно сухая кожа, у которой сальная железа плохо работает. Ну, то есть себастатическая кожа. Липидов мало, жира мало своего. Либо эта кожа все-таки жирная или комбинированная, но при этом обезвоженная. Из-за этого у нее чувство стянутости и все прочее. И вот это как раз мы определяем по размеру пор. Вот, если бы это была, например, чистка у нас сейчас комплексная, то после холодного распаривания мы могли бы взять и спокойненько подавить комедончики. Вот я, видите, чуть-чуть взяла и удалила. Может быть, будет видно, не будет видно на камеру. Яна меня простит, жиря чуть-чуть. И очень быстро и хорошо выскакивают наши комедончики. Ну, вот здесь возле нашего колечка я не буду. Ну, вот прям видно, что энзимная маска разрыхляет прям очень хорошо. И они выскакивают практически сами. Вот. Но у нас здесь все-таки чистка отравматичная, предполагается. Да, поэтому я не буду ей ничего давить. И на самом деле избыток кожного сала, если это комплексная чистка, удобнее стерильной ложкой уна удалять. То есть аккуратненько водить и прям собирать в эту ложечку уна. То же самое мы делаем на лбу, то же самое делаем на подбородке. И часть мы можем ручками удалить. Пустулезные элементы мы всегда удаляем ложкой уна. Дезинфицируем. Это в рамках комплексной чистки, разумеется. Вот. Либо мануальные. А папулы, то есть несозревшие подкожные воспаления, мы никогда не трогаем, потому что иначе мы просто спровоцируем новые воспаления. Вот. И мы их никуда не можем выдавить, потому что там нет капсулы с гноем. Вот. Поэтому мы их не трогаем, мы их лечим консервативно. То есть назначаем лечение. Вот. Ну и, соответственно, убираем гиперкератоз. Стимулируем такими глубокими очищениями от травматичной чистки, в том числе, чтобы кожа быстрее обновилась. То есть чтобы быстрее созрели те воспаления, которые могут созреть, а те, которые находятся глубоко и еще не знают, хотят ли они созреть, чтобы они просто, возможно, ушли, как бы не возревая, то есть не превращаясь в пустулезный элемент. Надеюсь, я понятно объяснила. Вот. Если вдруг что-то непонятно, задавайте вопросы. Смотрите, мы масочку энзимную сейчас смыли. Вот. Если бы у нас была полноценная чистка, мы могли бы еще поудалять комедончики. Если я не знаю, видно ли на камере, но... Но вот мне здесь прям видно хорошо, как кожа становится такой гладкой, появляется лоск такой, как бы, то есть видно, что мы вот эти частички эпидермиса, которые придавали такой немножко тусклый оттенок, мы их все хорошо и качественно энзимной маской убрали. Вот здесь как раз мы можем взять тоник. Ну, в данном случае я могу взять тоник с ахокислотами. С ахокислотами дружите, Ян? Хорошо, никаких там аллергий нет на них. Вот. Беру тоник, освежающий наш с ахокислотами, который содержит все возможные альфагидроксикислоты, которые только есть. И яблочная, и глюконовая, и гликолевая, и винная. То есть тут весь комплект, плюс сибирегулирующий комплекс, и антиоксиданты, витамин Е в частности. И этот тоник может хорошо очень использоваться в регулярном уходе. Ну, как правило, в вечернее время все-таки мы кислоты рекомендуем использовать. Например, в программах по уходу за жирно-проблемной кожей, либо пигментированной кожей. То есть все-таки альфагидроксикислоты хорошо при склонности к образованию пигментации. Ну и, соответственно, мы этим тоником как раз завершаем этап разрыхления эпидермиса. Сейчас будем поросуживающую маску носить. Вижу вопрос, есть ли принципиально разница, каким тоником пользусь на данном этапе. Принципиально разницы на данном этапе нет, потому что тоник с ахокислотами, он просто больше имеет противоспалительных свойств и тоже отшелушивающим неким свойством обладает. Поэтому в программе чистки, конечно, он пригождается чаще. Но, в принципе, если у вас обычный тоник для чувствительной кожи, например, с гидролизатом коллагена и алоэ вера, или какой-нибудь, если очень кожа чувствительная, всем рекомендую новиночку нашу из The U. Моя новая любовь, можно сказать, личная. Это тоник, который можно использовать как гидролат, орошать кожу. И у него очень лаконичный состав, очень хороший для аллергиков, с ламинарией, цинтеллой. И там чуть-чуть молочной кислоты для регулировки PH. Сейчас мне тут подсказывают поближе показать и название прочесть. Кип-калм-тонер он называется. У кого чувствительная кожа, и кто любит, например, после умывания орошать лицо как гидролатом, то, соответственно, можно его. И вот тут как раз Анна задала вопрос. Можно ли использовать ваш тоник с салициловой кислотой? Я как раз про него только что хотела сказать. Вот тоник с салициловой кислотой, который добавляет разрыхляющие способности, мы предпочитаем использовать как раз до нанесения энзимной маски, когда нужно еще больше разрыхлить. Либо до нанесения геля для дезинкрустации, когда мы делаем классическое холодное распаривание, например, перед аппаратными чистками. Вот там наш салицилик 2%, вот этот вот, будет просто идеально. А здесь уже мы собираемся поросуживать и так далее, нам лишнее, как говорится, разрыхление особо ни к чему, поэтому здесь как раз можно взять любой нейтральный тоник по типу кожи, либо взять, например, как раз наш вот этот вот с ахокислотами тоник, который мы сегодня еще им воспользуемся. Вот. И я беру маску с каолином, бентонитом и успокаивающим ингредиентом каламин, и, соответственно, буду наносить поросуживающую маску. То есть в отличие от комплексной чистки, да, или мануальной, то есть мы пропускаем просто этап экстракции пустул и удаления комедонов. То есть мы воздействовали легким пилингом энзимным под пленочкой, причем не делали по нему массаж, потому что когда мы делаем какие-то антиэйдж процедуры и так далее, чем хороша энзимная маска, по ней очень удобно, прекрасно делать массаж влажными руками. Вот. Но в данном случае мы массаж не делаем. Вот. Особенно это важно для тех пациентов, у кого много достаточно воспалений, потому что там массаж вообще будет противопоказан в таком случае. И таким средним, ближе к тонкому слою, но все-таки не совсем прям тонюсеньким, наносим глиняную маску. То есть маску на основе калина как основного ингредиента, и плюс там, я уже сказала, что еще входит. Она будет работать и как противоспалительная, и как немножечко успокаивающая, и будет сужать поры. Особенно это важно, когда мы хорошенечко там поковырялись. Вот. И, соответственно, эту масочку мы оставим тоже на 15 минут. Мы можем чуть поменьше, минут на 10 сейчас оставить в рамках, как говорится, того, чтобы нам... Ну, хотя времечко, в принципе, у нас немножко есть. Вот. Пока у нас Яна будет в масочке находиться, тоже, опять-таки, всегда пациента спрашивайте, как ощущения. Такой легкий, может быть, холодок чуть-чуть покалывать может, но, опять-таки, какого-то дискомфорта быть не должно. Маска наша, гильтековская, Себобаланс, она не такая, скажем так, по ощущениям, ядреная, как некоторые аналоги, например, известных израильских марок, которые я тоже весьма уважаю и использую в работе. Но, как бы, есть нюансы, когда пациент лежит, у него аж слезы текут, потому что маска очень сильно, как бы, раздражает, можно так сказать. Вот. Но вот эта маска очень комфортная. Плюс она не подсыхает в пустыню сахару на лице, вы это увидите. Ее не нужно дополнительно там чем-то смачивать, орошать. Все время экспозиции она вполне выдерживает в том виде, в котором мы ее нанесли, что важно для того, чтобы не пересушить эпидермис. Вот. Масочку мы нанесли. Время у нас. 143 засекла. Вот. И, соответственно, расскажу, пока есть немножко время у нас. Можете тоже задавать, кстати, вопросы по ходу пьесы, я буду на них тоже отвечать. Вот. И хочу сакцентировать момент на домашнем уходе межпроцедурном, ну и постпроцедурном. Это вопрос такой очень актуальный, потому что, например, в компании Гельтек существует очень много средств именно лечебно-профилактического направления, которые нам нужны, когда, допустим, мы хотим или помочь пациенту более комфортно пережить лечение акне или акноформных дерматозов или розации и так далее, да, когда используются какие-то препараты с раздражающим большим потенциалом, с достаточно агрессивными, вот, и нам нужно, ну, препараты, которые могут нарушить микрофлору нормальную, мы должны помочь пациенту, во-первых, не так дискомфортно это все ощущать на коже, вот эти воздействия, да, побочный эффект от них, и в том числе поддержать еще микробиом. И существуют препараты, которые могут частично заменить лечение, то есть у нас тоже есть, кстати, вебинары на эту тему по уходу за кожей с акне, например, когда я подробно рассматриваю уход лечения и уход места лечения, вот, уход на фоне лечения, уход места лечения, вот, но логика одна, когда у нас первая-вторая стадия акне, когда нет множества воспалений, кстати, Ян, как ощущения от носочки, нормально, все комфортно, отлично, вот, и, соответственно, если у нас первая-вторая стадия акне, если у нас периодические, эпизодические воспаления, нет серьезных высыпаний, узлов, нет более 10 одновременно каких-то паплопосубезных элементов на лице, то мы можем использовать лечебно-профилактические препараты, ну, некоторые называют их космецевтикой, это, конечно, такой, ну, немножко надуманный термин косметика плюс фармацевтика, но, по сути, так и есть. На Западе иногда такую косметику называют косметика с драг-фактором, да, то есть это косметика, которая содержит лечебный компонент какой-то определенный, да, но при этом ему не обязательно быть медицинским изделием этому препарату, вот, то есть у нас, например, есть препараты аптечные с азолаиновой кислотой, всем известные, и есть наши стоп-акне с азолаиновой кислотой 10% и различными другими компонентами, ухаживающими за кожей, себорегулирующими, себорегулирующим комплексом на основе цинка медиамагния, депантенол и так далее, все то, что туда входит, еще помогает коже восстановиться, вот, но при этом 10% азолаиновая кислота в мягкой форме в виде азооглицина, она очень хорошо работает, более мягко, может быть, чуть дольше будет она, как говорится, достигать своего результата, но при этом эффективность ее тоже очень высока, а раздражающий потенциал гораздо меньше, нежели у, например, средств, у которых просто пустая гелевая основа и одна только, допустим, азолаиновая кислота 15% в составе, вот, но я ничего не хочу сказать плохого о других препаратах, они все имеют право на жизнь, просто каждый выбирает по-своему, если какое-то еще агрессивное лечение назначено плюс препарат с агрессивной азолаиновой кислотой, то, возможно, к этому, например, агрессивному ретинолу или третинаину лучше добавить более мягкую азолаиновую кислоту, чтобы пациент вообще не отказался от лечения, потому что дискомфорт на коже будет для него важнее, нежели потом последующая эффективность, понимаете, да, о чем я говорю. Вот, соответственно, уход вместо лечения, как правило, используется на 1-2 стадии акне, или акнеформных дерматозах не очень выраженных, и это препарат стоп-акне с азолаиновой кислотой, как правило, назначается, например, на утро, и препарат альфа-дерм с миндальной кислотой, который назначается, как правило, на вечер. И вот эта комбинация очень хорошо работает с такой кожей, плюс еще предотвращает возникновение постакне. Соответственно, может быть схема только стоп-акне, то есть только азолаиновая кислота утром и вечером. Очень часто, например, подросткам, при невыраженной ситуации с акне, при выраженной надтопать, к сожалению, сразу к дерматологу, потому что иногда у, особенно у мальчиков, подростков, бывают серьезные фульминантные формы, которые требуют сразу назначения вообще системных ретиноидов, например, да, иначе там потом будут такие рубцы, с которыми мы будем всю жизнь бороться. Вот, это надо тоже понимать, что ребенок не перерастает акне, акне только лечится. Либо, если это хроническая эта форма потом возникает, да, гормональный форма стабилизировался, а прыщи не закончились, то, к сожалению, поддержка ремиссии постоянно. И это очень важно, да, то есть не надо, чтобы они перерастали, надо вовремя пойти к врачу, скорректировать уход, скорректировать лечение на значи правильное, и все будет с мальчиком и девочкой хорошо. Ну и, соответственно, если дерматолог решит, или вы там решите на приеме, да, что его нужно отправить к эндокринологу, то, значит, эндокринолог будет уже разбираться с внутренними причинами. Соответственно, что хотела сказать, да, то есть стопакне и альфа-дерр – это лечебно-профилактические препараты. Туда же относится салициловая кислота, то есть наш тоник салициловой кислотой, отшелушивающий лосьон салицилик 2%, где салициловая кислота в максимально разрешенной в косметике концентрации, плюс еще природные салицилаты, которые дают нам экстракт ивы в количестве 4%. Вот, и, соответственно, его можно использовать один или два раза в день на Т-зону, например, где склонность к закуплению упора наблюдается. Вот, стопакне и альфа-дерм. Прочитала вопрос, повторите, пожалуйста, какой еще препарат. Стопакне – это азолаиновая кислота в виде азологлицина плюс вспомогательные компоненты, а альфа-дерм – это миндальная кислота в количестве 5% плюс вспомогательные компоненты в комплексах ахокислот, увлажняющий компонент акваксил, полисахаридный комплекс. То есть дмай даже там есть, потому что альфа-дерм – это все-таки препарат, который и в антиэйдж уходах используется, но очень хорошо работает в программах ухода за проблемной кожей. Вот, соответственно, лечебный уход – это стопакне и альфа-дерм, либо просто стопакне 2 раза в день. Ну, остальное все базовое, да, мягкое очищение, тоник, там, может быть, защита от солнца и так далее. Вот, что касается ухода на фоне лечения, то есть когда нам нужно нивелировать побочки от агрессивных препаратов, которые использует человек, назначенный дерматологом, и которые убивают его микробиом в том числе, да, одно лечим, другое калечим, то вижу вопрос, антиакногель, напишите, к тебе, пожалуйста, подробнее, какой вы имеете в виду антиакногель, гель для жирной кожи или демотен, что вы имели в виду? Вот, то, значит, мы назначаем препараты уже, которые будут плясать, грубо говоря, вокруг вот этого вот агрессивного лечения, которое назначил дерматолог, то есть, например, ретиноиды, допустим, или средства с бензоил, пероксидом и так далее. Вот, поняла вопрос, Екатерин. Гель для жирной кожи – это больше аппаратный гель, на самом деле, добавлять его, в принципе, особо не нужно. Ну, в уход можно назначить, чисто как уходовый препарат, да, но обычно в этом случае чаще используется демотен все-таки, потому что у него больше процент серы, и он более такой лечебного характера. Гель для жирной кожи – это больше аппаратный гель, который используется для проведения аппаратных процедур, если у пациента жирная кожа. Например, вы хотите сделать микротоки, у пациента жирной кожи вы делаете, допустим, не по гелю тонизирующему, по которому мы это чаще всего делаем, а делаете, например, по гелю для жирной кожи, который, собственно, еще себе регуляторы какие-то поработают в этот момент. Да, или, допустим, вы хотите что-то ввести, какую-то сыворотку активную, да, и хотите закрыть это гелем, ну, скажем так, более недорогим, чтобы ультразвук провести, комфортно, не экономя активную сыворотку или какой-то препарат, вы можете по гелю для жирной кожи это делать. Вот это я имею в виду. Вот. Значит, уход на фоне лечения. Вот. Пока у нас масочка лежит, еще время не прошло. Рассказываю. Задача ухода на фоне лечения – это нивелировать по бочке, то есть добавить увлажнение, добавить успокаивающих компонентов, чтобы кожа не так реагировала на агрессию препаратов лечебных, восстановить гидролепидный барьер и микробиом помочь ему, да, то есть микробиому помочь, нормализовать условия жизни для нашей микрофлоры, да, простимулировать немножечко ее рост, именно нормальной микрофлоры, чтобы условно-патогенную она подавляла при этом. Значит, что нам для этого нужно? Нам нужны, естественно, мягкое очищение, понятно, гель очищающий, тоник, например, для жирной и проблемной кожи, тоник можно, кстати, использовать очень хорошо, наш Сибабаланс, кто его не пробовал, покажу, попробую, тут как раз есть возможность хорошо показать на камере, да, то есть у него есть фаза сухая и фаза водная, да, то есть вот эту сухую фазу надо очень тщательно взболтать, вот, причем болтать, раз 20, наверное, взболтут, чтобы, если он у нас долго стоял, там, больше, там, суток, чтобы она вся распределилась по жидкой части, и это просто текстура, очень необычная для тоника, называется текстура суспензии, вот, и, соответственно, мы сделали эту суспензию, нанесли на ватный диск, протерли, это с утра очень хорошо делали, потому что кожа остается матовой, жирная комбинированная кожа остается матовой достаточно долго, вот, то есть можно его использовать, да, соответственно, это что касается очищения, да, можно использовать сосудокрепляющий лосьон, например, лосьон концентрат Нео, который будет помогать при сосудистых проблемах и помогать рассасываться акне, постакне, да, элементам, застойным пятнам, потому что там много вазпротекторов, то есть сосудокрепляющих компонентов. Вот, это то, что касается очищения, да, соответственно, для ухода мы уже не используем средства, содержащие драг-фактор, так называемый, то есть уже азолоинку или салицилку, или, там, допустим, миндальную кислоту, мы будем использовать все очень мягенькое, гелевое, успокаивающее, то есть нам нужно, нам нужно восстановить микробиом, для этого есть сыворотка пробиоскин с проеприбиотиками, то есть мы ее можем использовать утром и вечером, не только утром, а вечером что-то другое. У нас есть гель Демотен наш прекрасный, распрекрасный, который продается почти в каждой аптеке с 1% серой, с гиалуроновой кислотой и соком алоэвера, то есть это и увлажнение, и успокаивающий эффект, и нормализация, то есть именно, как сказать, приструнить условно-патогенную микрофлору, потому что серу не любит клетч Демодекс, и он не любит кутибактериакнос, которую раньше звали пропионобактериакнос, но ее несколько лет назад переименовал научное сообщество в кутибактериакнос. Вот, на самом деле, это одно и то же. Вот, и, соответственно, гель Демотен, я имела в виду, да, Екатерин, гель Демотен с 1% серой, да, с алоэверой, с гиалуроновой кислотой, высокомолекулярной, это такой универсальный вариант для ухода на фоне лечения. Будет увлажнять, успокаивать и контролировать немножечко вот эту патогенную микрофлору, условно, патогенную. Вот его можно использовать, можно в таком режиме, да, пробиазки нутром, например, под средство с СПФ, если оно используется, если в нем есть необходимость, да, и, соответственно, вечером Демотен. Либо только пробиазкин утром и вечером, либо только Демотен утром и вечером. То есть здесь много вариантов, как говорится, что человеку больше подходит. Кто-то лучше идет на пробиазкине, кто-то лучше идет на Демотене, вообще жить без него не может, и ремиссию им поддерживает очень часто, особенно при розации, осложненной Демотекозом, это важно. Вот, и существуют различные другие уже средства, которые более так и узконаправлены, например, матирующий флюид, который мы можем использовать, если кожа очень жирная, да, то, чтобы после матирующей тоники нанесли матирующий флюид и часа 4 ходим без жирного блеска. Так, средства... А, все, это я ответила, да, про Демотен. Вот, соответственно, также мы на фоне лечения с осторожностью относимся к вот этим вот всем манипуляциям, которые мы делаем для глубокого очищения, то есть если уход вместо лечения, мы раз в два в неделю вот это делаем, то, что сейчас я вам показываю, да, то есть, ну, или в более сокращенном варианте умыли, энзимную маску нанесли под пленку, смыли, споросуживающую маску нанесли, соответственно, убрали и нанесли свой привычный вечерний уход, например, с иурокуальфодерм. Если же мы на фоне лечения это все делаем, то мы тогда стараемся раздраженную кожу не дербанить лишний раз, ни папаином, ни кислотами, ни с лициловой кислотой, то есть стараемся вот эту всю агрессию убрать. По возможности, да, если есть возможность, кожа не очень сильно реактивна, мы можем энзимную маску там раз в неделю, раз в 10 дней делать. Вот, но на фоне, например, применения системных или топических ретиноидов, особенно если еще бензоэлпероксид входит в некоторый из них состав или там отдельно используется, то это не всегда нужно. Подросткам такой уход можно. В летнее время нужно SPF, потому что подростки тоже могут быть склонны к пигментации, любой человек должен защищать кожу от солнца. Для этого у нас есть мультипротектор с SPF 50+, ойл-фри текстуры, что важно, да, то есть что он не, соответственно, не будет забивать поры. Вот. И вот в таком режиме можно, да, подросткам можно спокойно и стоп-акне, ну, чаще всего даже просто стоп-акне два раза в день используется, либо и стоп-акне альфа-дерм кому-то подходит хорошо. Вот. И, соответственно, можно и все, естественно, вспомогательные средства. Если подростка лечит дерматолог какими-то агрессивными препаратами, то можно и пробиоскин, и демотен, и, например, допустим, какие-то гели другие, которые увлажняют хорошо кожу. Например, гель увлажняющий плюс для очень реактивной кожи. Аллергикам можно использовать гель увлажняющий плюс, который не содержит ничего, кроме гиалуроновой кислоты высокомолкулярной, сока алоэвера. Вот. Я сейчас возьму, растворю такие штучки одноразовые, чтобы смыть маску. Но это не обязательно делать. Можно обычной смывать маску глиняную салфеткой. Просто вот эти одноразовые спонжики для глиняной маски прям идеальная штука, сразу быстро смывают. Вот. Сейчас мы их растворим. Они превратятся в такую большую штуковину. Вопрос по поводу мультипротектора. Нужно его смывать при повторном нанесении? По поводу... Смываю масочку. Вот. По поводу солнцезащитных средств, в которые входят химические фильтры. Что важно? Мы смываем их для того, чтобы окислившиеся, вот эти вот, отработавшие свой ресурс уже химические фильтры, соответственно, с кожи убрать. Причем не обязательно умываться водой. Можно взять мицеллярный лосьон. Например, лосьон, очищающий это мицеллярный лосьон, и протереть хорошенько ватным диском, а потом протереть ватным диском с тоником, либо, допустим, в лифросалфетку взять нашу, одноразовую упакованную индивидуально, которую в линии для век тоже можно использовать в качестве такого тоника, где-то на улице, да, где вы находитесь. Но... И потом нанести уже следующую порцию. Средства с содержанием химических фильтров. Вот. Смотрите, ну тут важен такой момент. Если вы не находитесь совокупно в течение дня, да, в нем и химические, и физические, то есть там и диоксид титана, и современные химические фильтры, которые дают защиту и от УФБ, и от УФА, UVA, да, UVB излучения. Вот. Соответственно, смотрите, что хотела сказать. Если мы совокупно 2 часа, около 2-3 часов находимся на улице подряд, ну то есть, грубо говоря, мы на даче, или где-то в походе, или там выгуливаем молодая мама детей, там выгуливает по 3-4 часа, да, вот, то, конечно, мы должны смыть... Чуть-чуть, он попал, лазик. Вот. Смотрите, что хотела сказать, да, очень тяжело одновременно что-то делать и говорить, да. Вот. Смотрите, если вы совокупно 2-3 часа находитесь на улице, да, то вам нужно смыть. Вот. Прям хорошо отмотаю и выкинь. Вверх. Вот. Спасибо. А если вы просто нашли, просто вы дошли до работы, да, полчасика, да, потом вышли на обед, например, куда-то полчасика, и потом уже вечер все стемнело, индекс инсоляции снизился до нуля, то вы можете его не обновлять в течение дня, просто вечером смыть, и все. Можно ли в него добавлять в икре? Нет, добавлять в СПФ ничего не надо. Более того, когда вы пользуетесь СПФ, пользуетесь вам, нужно хорошенько его усадить на коже, то есть его нужно хорошенечко нанести, да, и подождать хотя бы минут, там, 10-15, прежде чем вы будете чего-то еще доносить, например, тональный крем или пудру, там, что-то такое. Ну, чаще это все, конечно, касается не пудру, а именно того, что вы размазываете по коже. Вот. Соответственно, поэтому, да, разделяем с бибикремом нанесение, отвечаю просто на вопрос. Вот. И, соответственно, наносим позже этот бибикрем, чтобы химические фильтры внедрились, усадились, и могли спокойно потом работать. Ну, и физические тоже. Вот. Что касается, работает ли он под тональным. Когда мы наносим два средства подряд, подряд, да, и мы выжидаем положенное время, да, хотя бы на 15 после нанесения вот этого, соответственно, так-так-так-так, соответственно, тонального средства, да, потом, то мы, естественно... Андрюш, можешь тебя попросить вот эту вот новенькую наличие, да? Ой, спасибо большое. Вот. Сейчас немножечко я запуталась, да, потому что одновременно что-то делаю руками. Под тональным, да, гарантировать, что тональное средство, когда вы наносили на СПФ, что он полностью будет соответствовать тому СПФ, который заявлен, можно только тогда, когда вы нанесли, выждали хорошо, да, он уселся на коже, этот солнцезащитный крем, и тональный вы наносили, не втирая, не размазывая, не смывая, не снимая, как бы вот эту пленку, которая создает нам солнцезащитный крем. То есть вы можете использовать какие-то там полочные движения, либо руками по хлопающим движениям наносить, либо какие-то использовать там кисточки и прочее, которые вы... спонжики, которые вы тщательно дезинфицируете, после нанесения, тогда все будет хорошо. Вот. И если тональное средство, естественно, в достаточном количестве нанесено. Вот. А если вы сразу наносите тональное после солнцезащитного средства, еще и размазывайте активно, то вы можете смешать их просто друг с другом, и вот эти фильтры, они могут смешаться с текстурой тонального крема и уже не так хорошо работать, имеете это в виду. Вот. Сейчас мы досмоем масочку и положим уже успокаивающую на 15 минут, которая даст нам эффект фарфоровой кожи. Вот. Скажите, пожалуйста, если в тональном креме содержится SPF 40, можно ли в общем без защиты? Да, можно. Вот. У нас, например, есть CC-крем полупрозрачной текстуры с SPF 25. Для города это вообще вполне... На самом деле, что 25, что 40, в городском режиме, если человек не постоянно на улице находится, это примерно один уровень защиты будет, ну, как сказать, просто при SPF 25 вы меньше времени можете находиться на солнце, а при SPF 40 дольше. Вот. А, собственно, качество защиты в течение этого времени будет одинаково. Вот. Поэтому, да, можно тональное средство с SPF, с хорошим SPF наносить в городском режиме, и он будет работать хорошо. Вот. Ну, надо смотреть еще, на самом деле, что за тональные средства, потому что, помню, были какие-то даже скандалы с корейскими средствами, которые позиционировали себя как SPF там 50 и выше, а оказалось, что там по факту дает он SPF всего лишь 8. Вот. Поэтому у нас, например, очень строго проверяется в независимых лабораториях специальными тестами с добровольцами, которых облучают ультрафиолетом. Но это специальные лаборатории это делают, когда они подтверждают нам заявленный уровень SPF, когда мы разрабатываем эту косметику. То есть мы, химики-технологи, рассчитывают по расчетной формуле, сколько должно быть SPF при такой-то концентрации фильтров там химических и физических. А уже лаборатория с испытаниями на добровольцев подтверждает нам документально, в том числе для регистрации средства с SPF это обязательно нужно делать. Вот. Действительно ли у нас вот этот SPF соответствует. То есть мы, когда регистрировали, например, мультипротектор с SPF 50+, лаборатория подтвердила, что у нас там 60 с чем-то. Не буду брать, сколько, 62 или 67, там, по-моему, SPF. Вот. И только тогда мы можем, имеем право написать на этикетке, что он 50+. То есть если бы он был 49, то мы уже не смогли бы написать на этикетке 50. Вот. Смотрите, я смыла масочку. Вот. Там еще вопросик. Нужно ли в течение дня смывать сисикрем и снова наносить? Ну, понимаете, сисикрем и все такое похожее, да, тональные основы, которые имеют еще и солнцезащитный фактор, это все-таки больше уходово-декоративные средства. Они предполагают городской режим применения, а не на пляж. Вот. И поэтому, конечно, его не нужно смывать, но и не нужно загорать под ним. Вот так. Вот сейчас, кстати, чтобы не забыть, так, вопрос использования ретинол, лазерной апелляции, как совместить? Сейчас скажу. Вот. Сейчас я еще разочек тоником пройдусь. Даже я возьму сейчас не саха-кислотами тоник, а я возьму тот самый препарат с сосудокрепляющими компонентами, который буду использовать в виде маски. То есть в маске буду использовать. Это лосьон-концентрат Нео с липосомальным дигидрокверцетином, с сосудокрепляющими компонентами, с арникой, ключом, бузиной, постельницей лекарственной, мальвой, огурцом. То есть это такой очень интересный концентрат, который очень хорош, кстати, для людей с розацией, и для людей с тоничной тусклой кожей, кожи курильщика, и людей с озрелой возрастной кожей. Мой любимый тоник, хочу сказать. Вот. Значит, на вопрос сразу отвечу. Использование ретинола и лазерной эпиляции как совместить? Ну, ретинол и лазерной эпиляции нельзя совмещать, то есть нужно отменять ретинол, прежде чем вы делаете какие-то лазерные процедуры. Ну, оптимально, вот, по моему опыту, хотя бы две недели выдержать. Некоторые рекомендуют, конечно, неделю, но я считаю, что этого маловато. Вот, то, что у него накопительное действие достаточно сильно, особенно, если человек достаточно долго применял ретинол, то хотя бы две недели, точно так же, как мы за две недели отменяем ретинол, если собираемся куда-то ехать в отпуск, загорать, вот, то лучше передеть, чем не дадеть. Вот. Поэтому не нужно ретинол, активный ретинол, я имею в виду, это не какой-то там крем, в котором на последних местах в качестве антиоксиданта добавлен ретинил и пульметат. Тут как раз не так важно, а вот если это активный ретинол, как в наших препаратах, ретидерм 0,25 и 0,5, то это важно. Вот. Поэтому, если вы собираетесь, допустим, удалить пациенту лазером какие-нибудь усики, что-нибудь такое, то ретинол, надо обязательно спросить его, не использует ли он ретинол, не использует он кислоты в уходе, и все это убрать до лазерных воздействий хотя бы за пару недель. Ну, кислоты можно за неделю убрать, а ретинол лучше пораньше. Наношу в качестве маски, да, вот сейчас наш лайфхак, о котором знают, так сказать, наши косметологи, которые на гельтеке давно работают, это гель для сухой и нормальной кожи Нео. Я сейчас наношу, вот, который вообще на самом деле является аппаратным гелем, вот, и, соответственно, этот препарат вводят и ультразвуком, и работают по нему микротоками, то есть это аппаратный гель, но у него такой шикарный состав в плане успокаивающих компонентов и сосудоукрепляющих, да, ну, скажем так, в данном случае сосудосуживающих, да, потому что он немножечко успокаивает кожу и выравнивает тон, и покраснение убирает, особенно после мануальной чистки бывает много покраснений, потому что мы там пока вырялись, вот, и, соответственно, он будет делать из нашей кожи спокойную, фарфоровую, чистую, и без следов экзекуции, вот, ну, в данном случае мы, конечно, никакой экзекуции тут не делали, да, поэтому, когда мы дома хотим сделать процедуру глубокого очищения, мы можем просто сделать энзимную маску, потом сделать маску углиняную, и снять, и намазать с альфадермом, да, например, вот, и, соответственно, сейчас в данном случае я пока не кладу антисептик кисточку, оставляю ее, потому что я сейчас сюда налью лосьон-концентрат Нео, и вот этим лосьоном-концентратом с самой максимальной концентрацией дегидроперцитина, 10%, я буду пропитывать маску, вот, соответственно, масочку беру одноразовую, они очень недорогие, у нас эффект получится фактически как от коллагенового листа, но только без него, у меня как-то была группа студентов, училась, из РУДН, кто-то очень метко сказал с юмором, что это, Ирина Викторовна, это дешевый фальшивый коллагеновый лист, вот сейчас мы делаем дешевый фальшивый коллагеновый лист, который даст нам эффект фарфоровой кожи и успокоит ее, и при этом не стоит столько, сколько стоит коллагеновый лист, вот, за что я люблю масочки с шеей от Лорыбеи, потому что из них хорошо и удобно делать нос, носик делаем, не забываем, и теперь мы берем кисточкой, можно той же, которую вы гель наносили, аккуратненько, без фанатизма, пропитываем вот эту масочку прекрасную, кстати, себестоимость этих масочек порядка, там где-то меньше 10 рублей, там рублей 6 получается в наборе, вот, конечно, если сравнить с ценой коллагенового листа, то очень бюджетно получается. На Яндекс.Марте, какие-то акции, 3 равно 2, если, может быть и есть, я, честно говоря, по тому, что продается, и какие акции, не подскажу, кстати, можно на шее аккуратненько и брызгать, оно брызгать на пациенту на лицо я не рекомендую, потому что пациент в это время может, во-первых, уже спать, вот, во-вторых, это не очень приятно, когда чем-то прохладным вы брызгаете на лицо, ну, где-то там на шее, если пациент не спит, чуть-чуть подбрызнуть можно, а так вообще удобнее все кисточкой носить и экономично. Вот еще лайфхак, если вы используете маску, таблеточку, то лучше ее водичкой чистой сначала, ну, естественно, лучше не из-под крана, конечно, вот, или кипяченой водичкой или фильтрованной, просто растворить вот этот вот клей, который держит таблеточку, и когда она уже распустилась, спокойно так же нанести и пропитать тоником. Но, честно говоря, я больше люблю маски сухие, потому что неизвестно, каким клеем эта таблетка спрессована и что она потом на коже нам даст. Может, ничего не даст. Значит, сейчас я скажу, что за два препарата использую. Сейчас я вам завершу, так сказать, всю свою хитрую манипуляцию. беру полотенечко чистое, махровое, ну, можно не махровое, можно там муслимовое, можно какой-нибудь вафельный, который вам нравится. Мне больше нравятся вот такие. И укладываем поверх вот этого нашего компрессика, чтобы только носик у нас остался, чтобы я могла дышать. Как ощущения? Немножечко может покалывать вначале, буквально первые полторы-две минутки, потом это проходит. Ну, покалывать, пощипывать чуть-чуть. Это такая рецепторная, сосудистая даже больше реакция. Рецептор реагирует, немножечко покалывает. Может быть, как у вас? Яна? Все хорошо. Все хорошо? Покалывает чуть-чуть? Нет? Есть немножечко? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Ну, это нормально, это через пару минут проходит. Вот. Главное, следите, чтобы у пациента, опять-таки, не было на новый препарат каких-то реакций. Вот. Я вот, Яну, вижу сегодня первый раз, поэтому я тщательно спрашиваю ее, потому что, ну, я же не знаю, как ее кожа реагирует. Когда у вас пациент уже ходит к вам постоянно, клиент, да, вы уже знаете, что, на что и как он реагирует. Вот. По поводу из чего маска, да? Значит, мы берем, сейчас попробую показать. Не знаю, видно. Андрей, на камере. Значит, мы сначала положили гель для сухой нормальной кожи на эо с 3% дегидрокюрцетином с экстрактами арники, плюща, бузины, постель, лекарственные, малевого огурца. То есть там такой прям очень солидный комплекс, который стимулирует и обновление кожи, и на сосуды воздействует и так далее. Вот. И, соответственно, нанесли таким средним, ну, тонким даже, можно сказать, ближе к тонкому слою, положили масочку одноразовую. После этого масочку мы пропитали жидкостью, то есть лосьонным концентратом, в котором содержатся те же ингредиенты, что в геле, только в более высокой концентрации. Поэтому, когда мы пропитываем сверху маску, нанесенную на гель, у нас вот этот препарат будет не вытягивать по градиенту концентрации полезные вещества оттуда, а будет, наоборот, заталкивать их, можно сказать так. Вот. Это будет такой прям вот интенсивный компресс. То есть оттуда вот эти вот активные вещества будут попадать в кожу, работать там, и, соответственно, сужать сосуды, успокаивать, и кожа у нас в итоге должна быть фарфорой. Вот мы сейчас в режиме реального времени прямо посмотрим, что у нас в результате получится. Вот. Вижу вопрос, можно ли использовать вместо полоценки пленку. Нет, категорически нет, Анна, потому что пленки используются у нас всегда, когда нам нужно эпидермис разрыхлить. То есть, когда нам нужно создать окклюзию такую, которая будет прям вот не выпускать влагу и будет мацерировать немножко эпидермис. Вот. А на завершающем же этапе процедур мы всегда используем маски, которые позволяют коже дышать. То есть, какие-то тканевые, там, всякие кремовые, гелевые и так далее. Существует немножечко такая особнячком стоящая, стоящий вариант, это альгинатные маски. Они, с одной стороны, вроде бы и окклюзия, но, с другой стороны, они не дают мацерации на коже. То есть, мы нанесли какую-нибудь активную сыротку, нанесли альгинат, альгинат полимеризуется на коже и немножечко уменьшается в размерах, дает еще дополнительный лифтинг. Это хорошо после микротоковой терапии, например, делать такие маски. Вот. И, соответственно, вот альгинат, он, с одной стороны, окклюзия, но это не та окклюзия, которую дает пленка, которую мы наносим в начале, вот как мы наносили, на этапе подготовки кожи, чтобы энзимная маска разрыхляла эпидермис. Вот. А здесь мы как раз вот так, соответственно, делаем для того, чтобы кожа у нас дышала, немножечко это плосьон испарялся потихоньку, впитывались активные ингредиенты и так далее. Общий вопрос. Кристина пишет, если у клиента пошла на что-то, аллергия прям невыносимая до слез, можно чем-то дегенерировать это, можно и дегенерировать. Нет, нам нужно большим количеством воды все с кожи смыть, больше ничего не наносить и дать клиенту антигистаминный препарат. Вот. Соответственно, ну, если это прям аллергия, да, либо бывает, что это бывает какая-то реакция кожи, мы все смываем, прошел там, он 10-15, и у него опять нет никаких проблем, да, если нет зуда, если не пошла крапивница, да, то иногда нет необходимости антигистаминный препарат давать. Вот. Но надо смотреть, чтобы действительно не было аллергии. Бывает, когда до слез, это не аллергия, это раздражение бывает, да, то есть раздражение всегда мы купируем тем, что мы убираем с кожи все, большим количеством воды все смываем, никаких больше препаратов не наносим, потому что если у человека уже иммунная система кожи, среагировала на какое-то возбуждение, она возбуждена, то она будет у вас реагировать на все подряд. Вот. Поэтому даже воду лучше использовать не из-под крана, такую более мягкую воду, какую-нибудь кипяченую, там, фильтрованную, иметь для того, чтобы смыть это все. Ну, можно и из-под крана, это уж так, как говорится, в идеале, да, хотя бы водой из-под крана. Вот. Спасибо вам, что вы это самое пишете. Хорошие, добрые слова мы старались. Это мы первый раз делаем вот это вот прям с демонстрацией, надеемся, чтобы вам будет это полезно. Вот. Как бы посмотреть. А так вообще, кто вдруг не подписан на наш канал, там у нас очень много видео всяких лежит, именно теоретических, есть и практически влоги, там эфиры, не прямые эфиры, да, а влоги, где я показываю, допустим, какую-то процедуру, там, электропорацию, или там, вот, разоколепилин, кому интересно, можете тоже посмотреть. Вот. А кто хочет нам научное обучение, кто живет поблизости от Москвы, вот, то милости просим в наш центр диагностики кожи. На пятницкой 59, вот, там у нас несколько раз в месяц проходят различные мастер-классы. Вот. Для себя тоже, Екатерина, совершенно верно полезно, потому что, во-первых, для себя мы должны правильно определить тип кожи, для себя мы должны, соответственно, правильно подобрать косметику, чтобы не накосячить, вот, и не создать себе ту проблему, о которой я рассказывала там в начале, когда человек с жирной, но безвоженной кожей идет за жирным кремом и создает себе еще дополнительное воспаление и проблемы. Соответственно, вот, да, поэтому очень важно. И на самом деле вот эту процедуру, которую я сейчас показываю, мы неспроста ее выбрали, потому что ее действительно можно делать не только в салоне красоты, как говорится, у специалиста, а как бы можно спокойно делать и у себя дома. Ну, в конце концов, часть ее без там дополнительной маски в конце, вот, можно делать спокойно в качестве регулярного очищения для жирно-комбинированной кожи, склонной к воспалениям или гиперкератозу, к недонообразованию. Можете спокойно это делать раз в неделю или даже на первом этапе там два раза в неделю, пока не отрегулируется грамотно подобранным уходом, соответственно, выработка кожного сала. И вот, как говорится, только в путь. Вот, еще, наверное, в заключение, пока сейчас масочку держим, да, до того, как я ее сниму. Хочу пару слов сказать о домашнем уходе еще, вот, межпроцедурном. Мы уже разобрали с вами подробно, да, уход, когда есть акне, да, то есть на фоне лечения вместо лечения. А что делать, если мы, ну, просто делаем чистку, потому что, ну, просто комбинированный жирный тип кожи, к воспалениям не склонный, ну, просто это регулярное такое посещение косметолога с глубоким очищением, мы это хотим сделать, да, или, допустим, у нас была какая-то чистка комплексная с аппаратным этапом. Вот, что же назначить домашний уход? Здесь, конечно, ориентируемся на тип кожи, в первую очередь, если это тип комбинированный жирный, соответственно, выбираем легкие текстуры кремов, если они нужны вообще, да, oil-free текстуры солнцезащитных средств или легкие, опять-таки, текстуры, вот, и, соответственно, тот же CC-крем, да, или, ну, немножечко кремовый, конечно, он не совсем там oil-free получается, а, например, мультипротектором полностью oil-free. Вот, да, можно, хорошая идея, показать препараты в конце, которые использовали, сейчас покажу, но даже пока маска лежит, могу потихонечку показать, вот, и, соответственно, мы берем на вооружение именно такие универсальные средства, то есть, если кожа обезвоженная, интенсив омоложение с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, например, утром и вечером, плюс увлажняющий крем на утро, легкий, там всего лишь 4% масляной фазы, да, и точно такой же легкий ночной увлажняющий на вечер. Либо, допустим, например, при жирной коже, особенно летом, человек может вообще использовать вечером вместо ночного крема интенсив омоложение или пробиоскин, тот же самый. Если, например, уже антиэйдж, да, какой-то пациент более зрелой кожи, тогда мы берем сыворотки более интенсивные с антиэйдж компонентами, например, сиэнердж с антиоксидантами, с ресвератролом, с дегидрокальцитином, с витамином С, с фируловой кислотой на утро под СПФ, да, например, под сисекрем, под тот же самый, а вечером, например, 5 пептидов с пептидами мериалоксантами, леофасилом, аргелерином, с релистазом, с ремоделирующим пептидом, с трипептидом меди, с матриксилом нашим любимым, вот, и, собственно, мы можем это как раз использовать вечером, то есть утром все энерджи, вечером 5 пептидов, соответственно, утром, опять-таки, под тот же увлажняющий крем либо под более серьезные средства с СПФ, увлажняющим, кстати, есть тоже СПФ 10, вот, то есть при индексе инсоляции не выше там 4, вполне хватит его, ну, а вечером уже смотрим, опять-таки, по типу кожи, если зрелая кожа более жирная, да, можем просто 5 пептидов и на зону вокруг глаз нанести дополнительные средства для век, с крем-совердкой для век с эффектом лифтинга, либо укрепляющий крем для век с раминсом пептидос, уже смотрим, нужен поплотнее или полегче, крем-совердка для век с эффектом лифтинга легче, больше на отечную, с колонок темным кругом кожу рассчитанного вокруг глаз, ну и, соответственно, можем тот же ночной увлажняющий на вечер использовать, вот, а также мы можем, как бы, вместо сыворотки вообще активно ретинол назначить клиенту с зрелой кожей, и, собственно, у нас масса вариантов поэтому для творчества. Значит, препараты, которые мы использовали, да, мы использовали для очищения очищающий гель, вот, и я, естественно, умывала дважды, не просто очищающий гель, я один раз умыла им, другой раз умыла муссом, да, но это просто, чтобы показать вам и Яне, вот, какие у нас средства есть различные текстуры. Моющая основа здесь, кокоглюкозит основная, да, она мягкая и в том и в том препарате. В кабинете чаще всего очищающий гель используется, вот, так как он абсолютно гипоаллергенный, там практически нет отдушки, и, собственно, он чуть более экономичный, чем муссы с пенообразователями. Вот, соответственно, потом мы использовали энзимную маску, энзимная маска, это у нас легкий пилинг с папаином, молочной кислотой, вот, и мы разрыхляли под пленочкой эпидермис в 10-15 минут. После этого мы сделали маску поросуживающую, себобаланс, с коламином, бентонитом и коалином, положили ее тонким слоем, подержали 15 минут, смыли. Вот, и после этого мы сделали успокаивающую маску, нанесли гель с антиоксидантами, с гидроклицетином для сухой нормальной кожи нео, вот, положили одноразовую масочку, после этого пропитали эту масочку лосьоном, концентратом нео с таким же совершенно составом, но просто более концентрированным. Здесь, например, дегидроклицетин 10%, очень высокая концентрация. Вот, и положили сверху сухое полотенце. Ну, и закрою я эту процедуру легким, вот, про которую я уже несколько раз упомянула, кремом, легким кремом увлажняющим. Надо сказать, что после этой маски, так мы уже не смываем, не концентрируем с водой, мы ничего не делаем, никаких тоников, мы ничего ее не смываем, она просто что впитается, то впитается, вдруг если что-то не впитается, мы этой же масочкой уберем, вот, и нанесем сверху увлажняющий крем. Прокачаю сразу пробку, чтобы не качать перед камерой, вот, новенький, вот, и, соответственно, мы положим легкий увлажняющий крем с ПФ-10 в качестве завершения. Вот, если бы это было прям выраженные воспаления какие-то и так далее, мы можем, мы могли бы, например, альфадермом закрыть. Вообще, в кабинете чистки, которые предполагают еще мануальный какой-то этап, я предпочитаю закрывать сыворотку альфадерм с миндальной кислотой, потому что она, сама миндальная кислота бактерицидным действием сильным обладает, и она предотвращает последующее какое-то обсыпание пациента, если он вдруг какие-то погрешности все-таки совершил, несмотря на наши все советы, что не надо там трогать руками, лицо грязным, не надо идти в спортзал после чистки, но не все нас слушаются, пациенты, к сожалению, поэтому лучше кисленькое средство использовать. Я еще возьму нашу стоп-акне и намажу воспалительный элемент и подарю домой Яне еще вот этот кровничек, чтобы она дома продолжала им воспалительные элементы обрабатывать. Вот. Ну что, 25 минут, да? Ну, буквально пара минуточек, мы можем маску снять. Все прошли, да, ощущения пока? У нее все спокойно, сейчас хорошо? Ну, сейчас будем снимать. Посмотрим, что у нас тут. Ну, в принципе, уже там можно. Вот. Мы можем подержать ее на самом деле после чистки, когда очень-то кожа... Да, стоп-акне сыворотку сейчас на прыщичек нанесу. Вот. Соответственно, можем и 20 минут на самом деле держать. Вот. Просто у нас немножко тут уже время поджимает. Вот. Ну и, в принципе, 15 минут, как правило, достаточно для того, чтобы она полностью сработала. Но можно после чистки держать, например, 20. Ну и смотрите, если вы, например, сильнее пропитали, да, можно чуть подольше подержать. Если вы там без фанатизма пропитали, то можно и поменьше подержать. Вот. Ну что, барабанная дробь. Снимаем. Вот. Снимаем. Не знаю, как видно вам, но мне результат нравится. Видно вам вообще? Напишите. Вот. Кожа нежненькая. Вижу эти значки с огнем. Наверное, значит, видно. Вот. Значит, смотрите, мы ничего не снимаем уже, да, то есть какие-то, если где-то не впитавшиеся кусочки геля, да, можно было подольше, на самом деле, чуть подержать. Вот. Потому что я так от души пропитала. Вот. Соответственно, у нее есть воспалительные элементы немножечко локально, да, я намажу. На самом деле, стоп-окны не сверху попросить, и, говорит, снять, да. вот уже внял, даже не успела попросить наш чудо-видеограф нашим просьбам. Вот. Вот. Я сейчас воспалительные элементики подмажу, стоп-окны. Вот. А дома она продолжит пользоваться прям участками, потому что стоп-окны это не локальное спот-средство, его не нужно носить прям локально на прыщи, промо, допустим, на щеке несколько воспалений, прям мажем всю щеку, или все лицо мажем, или весь подбородок, или весь лук, если есть необходимость. Вот такой, как бы, момент, да. То есть стоп-окны я нанесла. И теперь легким увлажняющим кремом. Да, у нас чудесная команда, вы правы. Вот. Соответственно, наношу увлажняющий крем. Он очень-очень легкий, при этом он даст небольшой солнцезащитный все-таки эффект, потому что у него десяточка есть, а в общем-то то, что сейчас у нас не лето, нам вполне его хватит. Я, честно говоря, с утра не смотрела прогноз погоды, не знаю, какой у нас там индекс инсоляции сегодня. Вот. Может быть ноль, а может быть два. Вот. Наносим кремушек. Где-то что-то у нас там может быть. Масочка в бровку попала. Вот. Все у нас тут нанесено. Все готово. Вот. И где-то у меня тут было зеркальце. Все, Яна. Мы закончили практически. Держите зеркальце, можете на себя посмотреть, и потом сходите в большое зеркало, посмотрите. Ухоженная личка получилась, да? Нравится? Большое. На здоровье. Всегда рада. Ну что, коллеги, мы на сегодня закончили наш вебинар. Если у вас больше нет вопросов, если они появятся, спасибо, Игорь. Полезной информацией всегда рады делиться. Вот. И будем продолжать делиться. У нас будет скоро вебинар, который будет моя коллега Татьяна Шапранова вести. Тоже будет в таком же формате. Так что все приходите обязательно. Вот. И, собственно, будем очень в обрады всем. И кто может прийти в ЦДК на наши очные семинары, милости просим. Всем тоже рады. Записывайтесь. Там у нас место ограничено, поэтому записывайтесь заранее. В этом месяце у нас электропорацию я буду вести, еще кучу всяких семинаров, которые смотрите по расписанию, которые проводят коллеги. Вот. Так что всем очень рада, что вы нашли время, пришли. На Ютубе, кто хочет повтор посмотреть, посмотрите. Вопросы, если вдруг какие-то останутся, зададите. Всего доброго. Удачи вам. Мира, добра и счастья. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok